МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Если радиослушатель дозванивается, хочу остановиться на нескольких разных темах. Ну, во-первых, сегодня у меня был эфир бизнес-технологии с президентом школьного самоуправления. То есть 15-летний парень, зовут его Дмитрий Крот, он президент школьного самоуправления первой гимназии. Мы сегодня начали совместное производство художественного фильма, ну, полудокументального, докудрама, скажем так, об истории первой гимназии, которая в 2012 году отметила 200-летие. То есть 203 года на сегодняшний год. На самом деле гимназия наша уникальная, там такая плеяда знаменитых российских ученых, военачальников, художников, композиторов, спиндиаров, Айвазовский, Арент, Игорь Васильевич Курчатов. Ну, то есть там стену можно перечитывать часами, и это на самом деле нужно доносить. Очень многие современные симферопольцы об этом знают мало, ну, только, может быть, родители, да и то не все. И это тоже часть информационной работы, я так думаю. И вот эти производства мы будем продолжать совместно с телерадиокомпанией «Крым». Такая новость, в общем-то, мне захотелось начать с того, чтобы похвастаться. Очень приятная работа с детьми, очень приятная работа с учителями. Но если вернуться к общеполитическим вопросам, 25 числа произошла встреча между министрами иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Катара, которые встретились в Москве, и, в общем-то, произошла встреча, в результате которой после пресс-подхода было обозначено несколько разных позиций в сирийском вопросе. Катар, прежде всего, заявил, что у него неизменно остается позиция о том, что Башар Асад является нелегитимным президентом, он применил против своего народа химическое оружие, и, соответственно, тут Катар является непримиримым. Но в остальных вопросах, связанных с политическим переустройством Сирийской Арабской Республики, в общем-то, позиции как бы сходны. Вот за этими строками, в общем-то, пресс-релиза нужно понимать следующие вещи. Во-первых, еще в 2013 году, если мне память не изменяет, вот вся эта химическая история возникла, всем мы с вами прекрасно знаем, что речь идет о провокации, которая была сделана. Химическое оружие поступило туда, на территорию, и со стороны Сербии, через Балканы, и там были задействованы эти же самые боевики, которые впоследствии стали костяком исламского государства. Провокации, как у нас всегда это любят, помним радиостанцию Глявец, когда немцы вторглись на территорию Польши против послеподобной провокации. Вот эта вот маскировочка, она часто используется в истории как повод для непримиримой позиции, но не будем забывать, что Катар, несмотря на все свои маленькие размеры, страна небольшая. Она действительно очень сильный игрок, вообще на Ближнем Востоке, она является третьим по размеру после России и Ирана источником газа вообще для всего мира. И, соответственно, она хочет переформатировать все сирийское побережье. Есть проект, который Башар Асад зарубил, это проект газопровода из Катара через Сирию в Турцию и в Европу, который, безусловно, является конкурентным для наших газовых поставок в Европу. У нас есть первый звонок в студии. Добрый вечер, слушаем вас внимательно. Алло. Здравствуйте. Добрый вечер. Алло. Да-да-да, слушаем вас. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, я звоню из Симферополя по поводу детского сада. Разговор о том, что у нас не хватает детских садов, это всем известно. И говорят о том, что к 2018 году, в 2018 будет вопрос решен. А в 2015, в 2016 вообще ничего издаваться не будет? Внучка моя младшая в прошлом году не получила места в саду, в этом году опять в 3 семьи, в сентябре, опять отказали. Кроме того, слышали мы, что тем родителям, дети которых не попали в детский сад, по российским законам полагается там какая-то сумма, 5 тысяч или что-то, в кружки. Мы платим деньги, вводим ее. И вообще Аксенов когда-то сказал, что дети перед школой обязательно должны посетить детский сад. Вот что по луке? Сложный вопрос, на самом деле, по Крыму исторический. Еще во времена Украины у меня тоже младшему сыну вопрос стоял садик, и это был очень непростой вопрос, это исторически у нас тянется. Недавно было заседание Государственного совета по вопросам развития общего образования, все эти вопросы поднимаются, и на это будет делаться упор. На самом деле власть в данном случае, она только успевает подхватывать все эти проблемы, которые накопились. Действительно, у нас с садиками проблемы, посадочных мест детских не хватает. В этом смысле и инвестиции будут выделяться, и все такое. Я понимаю, что дети растут, и нужно вот в сады давать сегодня, но все будет решаться по факту, как оно есть. То есть, ну, вы согласны, что вот так вот еще дороги не все толком заасфальтированы, и не все проблемы можно двигать там вот в реальном масштабе времени, но нельзя сказать, что это не делается. Хотя бы даже по простому примеру того, что даже совокупный бюджет Крыма по сравнению со всеми областями Украины несоизмеримо больше. Ну, просто накопилось проблем так много, а кадров квалифицированных, воспитателей, педагогов, которые войдут в это дело, которые будут этим заниматься, тоже не хватает, их тоже нужно готовить. Нужны помещения, нужно перепрофилировать. Перепрофилировать те здания, которые имели это целевое назначение, были заняты под другим. То есть, объем работы достаточно колоссален, и он вот так вот, ну, скорее всего, не сделается. Поэтому тут на самом деле, ну, знаете, упрек в эту сторону, что вы там не дорабатываете, потому что вот мы и водим, и ходим. Все тратят деньги на детей, все водят в кружки, все думают о том, что они будут знать перед первым классом. Этим занимаются все родители. Тут нет особо выдающихся или особо отстающих. Я думаю, что это нужно делать сообща, ну, знаете, не так, как в семье. Вот ты виноват, ты вот витяни, а, ну, предлагать. Если критикуешь, предлагай. Если предложил, то попробуй и исполнить. Либо хотя бы, во всяком случае, предложить сценарий, при помощи кого это можно исполнить. Вот это будет самый конструктивный, как мне кажется, путь. А так я согласен. Проблемы с садиками колоссальные. У нас и бэби-бумы, детей рождается уже побольше. А мест, тем более еще мест, знаете, не просто, чтобы дети там перебыли время, пока родители гоняются за заработками. А еще, чтобы это время было не потеряно. Детей готовили в школе, учили читать, писать. И, в общем-то, основным базовым навыкам. А это не только чтение письмо. Это еще и мировоззрение, и ответ на вопросы вообще в капусте, не в капусте. А что такое Бог? А что такое страна? А кто мы такие? Откуда мы пришли? Чьих мы будем? Но проблема есть. Давайте ее обсуждать. Давайте предлагать. Но вернемся к Халеду Аль-Мухаммеду Атыя. Это министр иностранных дел Катара, который приехал в Москву и который после встречи с Сергеем Лавровым обозначил свою позицию. Мы в лице Катара имеем, в общем-то, давнего врага. Ну, врага не в смысле военном, а врага в смысле политического. Противника. Политического противника. Я вспоминаю 2012 год, когда я уже, еще находясь в Ялте, но я уже не был директором Ялтинской киностудии, но ко мне обратился один киевский продакшн, который по заказу продакшна из Дохи, это столица Катара, заказывал достаточно пропагандистский фильм, который теоретически мог разрушить государственность Крыма вообще на корню. То есть там это был такой заказ из Катара для того, чтобы снять фильм, раскалывающий межнациональное единство. И я вам скажу, очень примечательно, что жители Ялты тогда наотрез отказались участвовать в производстве такого фильма, хотя в Ялте, вы понимаете, династически люди на съемках фильмов, в общем-то, зарабатывают. Но когда узнали, о чем речь, сказали, да нет, мы не будем, еще и написали, я помню, заявление. То есть еще тогда мы с вами могли заметить, что Катар участвовал в развале Ливии, пытался разрушить крымскую государственность в составе Украины. И вот сейчас, в общем-то, идет такой обмен любезностями, обмен поговорить, сверить позиции, потому что министры иностранных дел, их основная функция между собой говорить, какие бы ни были сложные отношения. У нас есть еще один звонок в студии. Добрый вечер, слушаем вас снимать. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня только один вопрос. Вы не могли бы узнать, когда сберегательный банк России придет в Республику Крым? Банки Российской Федерации, которые не входят в Крымский пул, а это Сбербанк, ВТБ и все остальные банки, они, в общем-то, подчиняются, знаете, есть кроме государственных законодательных актов, есть еще надгосударственные. А международная банковская система там имеет несколько надгосударственных таких постулатов. Ну и сами вот эти Visa, MasterCard и так далее, и так далее, вот эти транснациональные платежные системы. То есть там есть несколько аргументов, от которых зависит то, что эти банки пока на территорию подсанкционную не заходят. Это временная ситуация. Я вам точно скажу, что когда одно из двух, либо санкции закончатся в силу определенных обстоятельств, либо они нам уже будут все равно, потому что у нас запускается своя система, и она называется мир, это платежная. И, в общем-то, мы, что так, что так, мы, в общем-то, выйдем из-под юрисдикции международных банковских систем, поскольку международная банковская система будет переформатироваться на несколько очагов. Ну, локальный очаг вокруг Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, европейские какие-то, кусты американские и так далее, и так далее. Сколько это продлится, сказать трудно. В любом случае, наверное, с годик так точно. Ну, в любом случае, крымчане уже научились обходиться существующими финансовыми инструментами, если нужно сделать переводы, платежи с материка на полуостров, это можно делать не через банковские карты крупных государствообразующих банков. Но пока что вот ситуация такая. Мы с вами под санкциями, мы с вами такая территория, которая является, ну, как бы источником патриотических смыслов для всей России. С другой стороны, нас наказывают за то, что мы в марте 2014 года сказали, вот будет так, а не иначе. Катар, в общем-то, является одним из драйверов вот этого сирийского конфликта в принципе. Саудовская Аравия, Турция, Катар, вот триада основных государств, которые впрямую в конфликте в Сирии не участвуют, но которые финансируют, либо в той или иной степени способствуют тому, чтобы Башар Асад ушел. Только он уйдет, Сирия будет расчленена, либо даже сохранена под единым как бы государственным управлением, но на самом деле ее цели изменятся, и уже никто не будет, например, ставить вето на катарском газопроводе через Турцию, через Дарданеллы в Европу. И так появится новый газовый хаб, который для Российской Федерации, даже вот как в игре в монополии, как вот стратегически, для нас является противным, неприемлемым, и мы, естественно, будем этому... Это не значит, что это единственная причина, по которой мы, например, помогаем народу Сирии избавиться после пятилетней войны от иностранной интервенции, замаскированной под регулярную армию боевиков. На самом деле все эти террористы, ИГИЛ, другие террористические организации, они-то всего лишь навсего нет ни одной частной военной компании, которая бы сама автономно качала нефть без международной поддержки, если бы не было продажи, если бы здесь, на этих деньгах, не выращивались лагеря боевиков, которые в дальнейшем могут быть брошены на нас. Мы с вами помним, как на Украине боевики готовились задолго до Майдана. Это было и на территории Эстонии, Литвы, Польши, западных областей Украины. Лагеря УНАУНСО стояли. Вот примерно та же ситуация сейчас и там. И кроме того, что мы, как всегда, обычно убиваем нескольких зайцев, решаем несколько вложенных задач, основная – это все-таки вопросы безопасности. Мало того, что у нас есть конкуренты по газу, которые ведут с нами гибридную войну. Надо сделать так, чтобы они даже не могли подумать о том, чтобы война пришла в наш дом. И получается ситуация, что наша задача сейчас – спокойствие, выдерживать вот эту вот ситуацию. Катар с американцами… Кстати, очень важная ситуация. Катар сам по себе, конечно, ресурсоемкое государство, там большие месторождения газа, страна небольшая, но именно на территории этой страны находится самая крупная американская база вообще на территории Ближнего Востока. Если понимать, что такое база, а это получается по итогам Второй мировой войны, база крупная находится в Германии. Германия оккупирована Соединенными Штатами по итогам Второй мировой войны. То есть примерно та же самая ситуация и с Катаром, и компания ExxonMobil из Соединенных Штатов Америки через прокладочку под названием «Катар» решает свои геополитические вопросы. И вот получается, что вот эта война в Сирии в конечном итоге и есть решение этих геополитических вопросов. Очень важный вопрос, конечно, это Украина. Проходят сообщения каждый день о том, что через порт Одессы, Ильичевск, на территории Николаевска, Херсонской областей, вообще в Причерноморье, Херсонщина сейчас становится каким-то полигоном для игиловских боевиков и даже проходят сообщения о том, что предприниматели Херсонской области даже ополчения начинают собирать для борьбы с Айдаром, ОПГ, ну и с этими людьми, которые одеваются в форму Айдара, а на самом деле являются людьми, служившими, проехавшими через Турцию, высадившимися в Одессе и которые, в общем-то, дислоцируются сейчас на территории Херсонской области. Вообще вот стратегически, если посмотреть на Украину, на ее историю 500-летнюю, на то, как развивалась вот эта государственность, все так и не оформившаяся, когда в 1654 году, как раз по итогам Вестфальдского мира, после 30-летней войны, которая шла по территории всей Европы, Украина присоединилась к Московской империи, и после этого, когда местные элиты делали неправильный выбор, страну накрывала так называемая руина. То есть история зеркально сейчас повторяется, и по большому счету в этом информационном окружении, в котором сейчас находится Украина, а мы понимаем, что над Украиной стоит информационный колпак, там делают такой эксперимент, когда другая информация, она так через интернет проходит, но сколько людей смотрят новости на сайтах РТР, там Первого канала, да не очень много. А пожилые люди, которые с интернетом не дружат, они смотрят телевизор и пересказывают телевизор. В чем парадокс ситуации? Пожилые люди, которые жили большую часть жизни в Советском Союзе, и по идее должны быть привиты от любой информации. Люди слушали политинформации, люди там, в общем-то, понимают, что к чему. Им выпала вот эта вот 25-летняя история уже жизни постсоветской. Нельзя сказать, что у многих жизнь там удалась, или они там стали сразу более накормленными, чем при Советском Союзе. То есть, возможно, есть разные отношения к Советскому Союзу, но получается ситуация, что если страну накрыть колпаком, избавить ее от притока внешней информации, во всяком случае информации отлично от того, что вещают киевские телеканалы, и проводить на Майдане всевозможные ритуалы, поставить сцену, петь там песни, носить трупы между ними, ну, в общем-то, использовать разные там учебники по черной магии, то в результате на территории этой страны, особенно в эпицентре, в Киеве, создается такая атмосфера, когда люди начинают впадать в депрессию, когда они перестают видеть свое будущее, когда они не понимают, как они будут жить, а они чувствуют, что все рушится. И вот в этой ситуации руина, она, в принципе, на Украине уже устанавливается, очень сильно тянут за эту новую Украину. Люди, которые на ней, конечно, зарабатывают колоссальные деньги, а нельзя сказать, что все прям нищают. Есть люди, которые даже умудряются особняки покупать в Лондоне или покупать всевозможные там, я не знаю, яхты, там, джипы и так далее. Мне даже передают разговор с депутатами Днепропетровского областного совета, и депутаты говорят, такого золотого времени не было никогда. Мы молимся, чтобы это никогда не кончилось. То есть такой распил идет бюджетных средств, что, мама, не горюй. То есть есть люди, которые действительно выгодополучатели, ну, как минимум, отпиления того бюджета, который на Украине остался. Но с точки зрения информационной, с точки зрения того, какие методики в школах, в детских садах, националистические, украинские, русофобские, сейчас внедряются, мы на самом деле с вами вступаем в проблему. Скорее всего, 20-летнюю, 25-летнюю. Вот сколько понадобилось Западу, чтобы переформатировать Украину и сделать ее русофобской, вот примерно столько же нужно и будет для обратного хода. То есть вот это поколение, которое выросло на русофобии, на украинском проекте, оно должно, ну, каким-то образом либо перелицеваться, либо изжить это путем, ну, я не знаю, нельзя сказать, что Украина переживает счастливые времена, но нам с вами понадобится, и Крым в этом смысле является особой территорией. Мы жили в составе этой страны, мы понимаем ее менталитет, причем понимаем достаточно широко. Мы по-разному понимаем донецких, ну, мы понимаем достаточно глубоко и донецких, и запорожских, днепропетровских, криворожских, которые у нас такси тут гоняют, и львовских, и вано-франковских и так далее. То есть мы реально имеем заделы как аналитики, мы знаем примерно, как себя ведут украинцы разных регионов. И вот с этой точки зрения на нашу ответственность, поскольку мы первые оттуда вышли, это не значит, что мы хлопнули дверью и забыли. Эта территория, которая граничит с нами, это большая страна с 30-миллионным населением, для нас является источником, если не проблем, то во всяком случае большого напряжения. Это видно и по энергетической блокаде, по продовольственной, по водной. И все основное решение этой проблемы заключается в том, какая информационная составляющая у людей в головах. Мы с вами живем в Российской Федерации, у нас примерно понятное, что было, что будет, чем сердце успокоится. И когда мы начинаем общаться с людьми с той стороны Чангара, мы понимаем, что там все совсем не так просто. И вот от того, какие мы будем делать фильмы, какие мы будем делать сообщения, насколько мы будем позитивны на фоне их депрессивности, от этого, собственно говоря, и зависит вот этот период выхода из кризиса, когда руина на Украине закончится. Украинский проект, который 150 лет начат был глобальными элитами, структурно через австро-венгерский генеральный штаб, когда селекционным методом выделялись люди из русинов, живших на территории Галиции в составе австро-венгерской империи, которые использовались для зачистки венгерского восстания. То есть там селекционным образом выращивалось из поколения в поколение вот эти люди, которые безжалостно убивают не себе подобных, которые сейчас кричат «убей себе москаля», а на самом деле им все равно, кого убивать, хоть австро-венгерцев, хоть поляков. Поляки их панически боятся и, в общем-то, тоже считают бандеровцев своими врагами. Кроме того, что некоторые польские политики или польские журналисты на ток-шоу говорят, что украинцы — это наши негры, они, тем не менее, понимают, какую угрозу вот эти боевые псы, выращенные еще 150 лет назад, начавшие выращиваться, несут вообще какую угрозу не только для России, но и для Польши в том числе. И вот получается, для того, чтобы изжить вот эту проблему, накопившуюся за 150 лет, нам в Крыму надо подумать не только над хлебом насущным, как мы будем жить в ближайшие несколько лет, что будем зарабатывать, но нам надо подумать и над тем, что какой дух мы дадим, какую фабрику смыслов мы создадим не только для Большой России, а у нас получилось. Причем мы сами того не хотели. Нельзя сказать, что мы прям методично писали вот эти основополагающие постулаты русского мира, хотя и это тоже было отчасти. Но нам нужно придумать концепцию того, что мы предложим Украине как проекту. Причем проекту нельзя сказать сегодня, какому в государственном смысле. Будет ли это составная часть Большой России, либо будет переходный период, который все равно ознаменуется тем, что этими территориями нужно управлять. А есть люди, которые с Украины себя идентифицируют плотно. Так вот, чтобы управлять этими людьми, возможно, нужно какой-то переходный период. В любом случае, рано или поздно Украину русский мир будет забирать. А вся эта элита, которая продалась Западу за 3 копейки и за пачку печенья на Майдане, она все равно будет либо наказана, либо убежит. Но 30 миллионов населения, оболваненного, одурманенного, которые, собственно говоря, даже не знают, как живет Российская Федерация. Я имею в виду тех, которые там живут. Не тех, которые здесь в качестве беженцев или в качестве покупателей патентов, или в других качествах, ну, пытающих легализоваться на территории России. В любом случае, предложение для Украины, для украинцев, живущих там, формулировать надо, и, мне кажется, его сформулировать лучше, чем Крым, никто не сможет. Донбасс ведет кровопролитную войну, и там есть пара накладочек, которые этому могут помешать в ментальном смысле. То есть там нет такого отношения, знаете, ну, там идет, в общем-то, война, и очень многие люди считают, что это война не между концепциями, не между центрами управления, а между людьми на земле. Хотя на самом деле украинский народ, точно так же, как и другие народы, он в настоящем, я не про российский, кстати, вот в этой ситуации, когда за 25 лет управления на Украине элиту убрали, посадили свою олигархическую, причем посадили не только на уровне финансово-промышленных групп, но на уровне мэров городов, на уровне силовых ведомств и так далее, и так далее. Построили всю вертикаль управления, которая тут же и продалась. Мало того, что эта вертикаль управления держала свои деньги в офшорах с английской юрисдикцией, соответственно, всегда можно было сделать перехват управления. То же самое вот и сейчас приводит к тому, что управлять этими людьми некому. А особенно если с точки зрения того, что Украину рано или поздно мы будем забирать. Соответственно, возникает потребность в кадровом корпусе новой Украины, который нужно готовить. С учетом того, что огромное количество людей с украинским паспортом находятся на российской территории, при этом эти люди не хотят возвращаться на территорию Украины, некоторые по вопросам личной безопасности, а по многим возбуждены дела СБУ. Мы с вами сами здесь, в Крыму, находимся примерно под такой же ситуацией, а у нас же взаимоотношения с Украиной в юридическом поле, понятно, какие. Соответственно, вот с этими людьми нужно начинать работу, прежде чем что-то вещать на территорию Украины. Нужно подготовить управленцев, которые бы в каждой из областей смогли прийти на каждое место, на каждый из полком и начать осуществлять вот этот самый переходный период после того момента, когда хунт опадет. Это большой, конструктивный, достаточно сложный методический кусок работы, который нужно делать, и думать об этом нужно уже сегодня. Рано или поздно Украина перестанет быть антироссией, перестанет быть русофобским государством, и нам к этому, крымчанам, нужно приложить свои силы, чтобы поскорее вот этот вот конфликт русских с русскими был закончен. Встретимся с вами завтра, в среду, в канун Нового года, и, собственно говоря, поговорим о стратегии развития информационных технологий в 2016 году. В эфире была «Информационная война». Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова